Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео, как в 70 лет выглядит на 40, кому это, конечно, интересно и нужно. На примере трех женщин. Я специально не буду говорить про негритянок, а то некоторые начнут про генетику черной расы писать. У меня было уже видео про Аннет Ларкинс, сейчас ей 79 лет, она на сыроедном питании до сих пор, и она примерно так же выглядит, как и 3-4 года назад. И давайте сразу условимся, что не пишите мне здесь про пластику с таким умным видом, про подтяжки со знанием дела, как будто вы лично наблюдали. Все, что известно на эту тему, я сам скажу. Ну а в конце видео будут итоги и выводы. Ну а кому все равно на внешний вид, то пусть вам не будет безразлично содержимое, ведь здоровье для вас, наверное, имеет значение и может быть больше, чем внешний вид. Однако, полагаю, будет интересно проанализировать, ведь у трех этих женщин есть много общего. А вот что именно? Первое, Кристи Бринкли. Родилась она в 54-м году в США, в Мичигане. Как она считает выглядеть хорошо и долго при этом, это тяжелая работа. В первую очередь, это правильное питание, но это понятие растяжимое, так вот как она питается? Примерно так, утром вода с лимонным соком. Кстати, про лимонный сок, про яблочный уксус у меня были видео, но ладно. Завтрак у нее яичница с шпинатом, разумеется, органический. Про яйца, посмотрите, непременно вот это мое видео, первое, главное. Хотя бы его. Тут много нюансов, поверьте. Ест тост из авокадо, мясо она не ест, бурый рис с чечевицей, тоже прокомментирую чечевица. Единственная из бобовых, где лектинов, очень вредных белков, которые вызывают успалительный процесс в организме, меньше всего. Как и в буром рисе, либо в рисе басмати содержатся резистентные крахмалы. И в отличие от обычных, они не увеличивают содержание в крови глюкозы, а значит не провоцируют выработку инсулина. Стало быть, не возникает инсулинорезистентность со всеми вытекающими отсюда проблемами. У меня было видео про резистентные крахмалы и продукты нового света. Она ест сладкий картофель, то есть батат. Не картошку, а батат. Это две колоссальные разницы, потому как в батате крахмалы также резистентны. А ими питаются наши кишечные симбиотические бактерии, в отличие от крахмалов, обычных, которые являются клеем. Убивают печень, вызывают простудные заболевания и так далее и тому подобное. Занимается она фитнесом, йогой, бегает, делает примерно 100 отжиманий в день. Правда, ужин у нее есть, но в малых объемах. А вообще, ужин, как говорил Суворов, отдай врагу, и он был совершенно прав. Об этом у меня тоже есть видео, почему нельзя есть после 16.00. Это в идеале. И вот эта программа по интервальному голоданию, а правильно сказать, интервальному питанию, она очень важна и идеальна. Тогда результаты будут гораздо выше. Очень важный, говорит Кристи, это позитивный настрой. Плюс к тому, она не заедает стрессы. Что касается пластики, а ее много раз проверяли на спор хирурги, они следов не находили. Более того, некоторые считают, что ринопластику она делала, но так качественно, что следов не находят. И потому чисто теоретически, так как уж слишком у нее молодая кожа, чтобы она не делала никаких ринопластик. Ботокс она много лет назад делала, ей не понравилось, и больше она эти уколы никогда не делала. Очень важный момент, она не думает о возрасте вообще. То есть не дает себе программы стариться. Запомните этот очень важный момент. Волосы у нее накладные из-за слабой густоты от природы. То есть она не стесняется говорить то, что есть. Ничего не скрывает. Семья у нее на первом месте. Это очень важный пункт. Она защищает кожу от ультрафиолета, делает локальные инъекции филлерами и делает пилинг кожи. Она была веганкой, сейчас ест яйца, молочку, но в основном сквашенную в виде всяких йогуртов и так далее, только натуральных, не промышленных. Что касается молочки, то ферментированные молочные продукты, всякие там ряженки и тому подобное, несут в себе, конечно, меньшую опасность, чем цельное молоко, творог и сыр, потому что молочного белка казино в ферментированном молоке остается мало. Если вы не понимаете, о чем речь, посмотрите мое видео, хотя бы вот главное, по молоку и молочным продуктам. Она ест сыроедный шоколад, но очень мало, и больше половины рациона составляет живая пища. Много ест зелени, орехов, Ну и, конечно, спорт, движение – это жизнь. Сладкого она ест очень мало и не ест сахара. Вторая сегодняшняя героиня – Каролин Хартс. А сейчас минута рекламы. Рекламы честной и с очень нужным товаром, не пропускайте. Излишне говорить, насколько важно измерять артериальное давление. Подробно я пояснял это в своих лекциях по артериальной гипертензии. Чтобы предотвратить серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы, не допустить инсульты, инфаркты, надо корректировать питание, образ жизни и обязательно измерять артериальное давление. Вопрос только чем, ведь точность измерений предельно важна. И от удобства использования тонометра тоже зависит точность измерений. Так вот, в каждом тонометре компании Amron есть запатентованная уникальная технология, которая учитывает состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывает давление, исходя из трех возможных показателей. Частота сердечно-сосудистых сокращений, времени и осцилляции, что позволяет быть уверенным в абсолютно точном получении результата. При использовании тонометров Amron нет никакого дискомфорта, так как манжета не пережимает руку. В линейке тонометров Amron есть базовый тонометр Amron M2 Basic с необходимым набором функций, а именно, веерообразная манжета, подходящая на любую руку, плотно к ней прилегает, позволяя получить при этом максимально точные результаты без болезненных ощущений от сжатия манжеты. Крупный дисплей, на котором отчетливо отображаются все результаты измерения, есть графический индикатор уровня артериального давления, есть индикатор аритмии, а японский датчик давления позволяет одновременно получить и анализировать сразу несколько параметров, в том числе и пульс. В приборе есть статистика измерений, а память до 30 последних измерений позволяет без труда автоматически отслеживать измерения артериального давления в отдельные промежутки времени. Тонометр прост в использовании и оснащен всего лишь одной кнопкой, потому любые, даже самые пожилые люди, смогут без труда им пользоваться. Для управления прибором не требуются никакие специальные навыки. Все, что нужно, уже входит в комплект с прибором. Ничего докупать не надо, вроде батареек. Все есть. Что ж, я полагаю, что данный тонометр станет отличным подарком для ваших родных и друзей, что будет явным проявлением заботы и беспокойства об их здоровье. Лично в нашей семье есть вот именно такой тонометр. Своим родственникам я тоже куплю именно данную модель. Ссылка на короткое видео с подробным описанием функций данного прибора будет дана в описании под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И, естественно, будет дана ссылка, где же можно купить вот этот прибор, этот тонометр. Продолжаю. Вторая сегодняшняя героиня Каролин Хартс. Австралийка, которой сейчас 73 года. Она тоже, как и Кристи Бринкли, мать троих детей. Этот пример особое внимание заслуживает. Почему? Потому что он говорит о том, что многое в жизни можно изменить, что никогда не поздно менять свой образ жизни и питания. Итак, Австралия, активное яркое солнце, в 30 лет у Каролина обнаружили рак в носовой полости. Была сделана операция, химия, в общем, нормализовалась дело. Но метаболизм с возрастом замедляется, и пищевые пристрастия ее, а она очень любила сладкое, привели к тому, что в 40 лет у нее возник диабет. Ну, скажем так, преддиабетозное состояние. А у большинства людей, даже кто этого и не знает, почти у всех есть инсулинорезистентность. Первая стадия этой проблемы. Итак, сахара она ела очень много, но стала соблюдать диету, поскольку петух уже клюнул, а она была разумной женщиной и довольно-таки сильной по характеру. Потому она полностью отказалась от сахара, от сладкого, но, правда, ксилит в своей специфической выпечке применяет вместо сахара. Эта штука, конечно, вредная, я категорически не советую потреблять ксилит, но, тем не менее, говорю, как есть, и вот с миндальной и кокосовой мукой, а пшеничную, ячменную, ржаную и так далее она не использует. Она иногда делает выпечки с ксилитом, все. Ест два кусочка черного темного шоколада, два квадратика, то есть совсем ничего. И так она себя взяла в руки и полный контроль над весом и питанием соблюдает до сих пор. Плюс к тому позитивность, положительный настрой, поднимается она в 6 утра по той самой пословице, кто рано встает, потом медитация, йога, видите уже аналогии, да, с первой героиней, прогулка, душ и завтрак, не сразу начинает завтракать, как встает, работа до 18.30, а далее вечер с семьей, семья у нее тоже на первом месте. Потребляет некоторые фрукты, такие как киви и бананы, два вареных яйца, лосось со шпинатом, вот она ест рыбу, потребляет молочную сыворотку. Я давно хотел сделать видео о сыворотке, много лет на руки не доходили, но скажу кратко, что в отличие от молока и других молочных продуктов, которые содержат огромное количество очень сложно перевариваемого белка казеина, молочная сыворотка не содержит высокомолекулярные белки, а низкомолекулярные, потому она не вредна, отчасти даже полезна. Пьет много воды, пьет чаи травяные в том числе, обед это авокадо, рыба иногда курица, ну вот это плохо, конечно. Ужинает, правда, но мало. Ее советы. Исключить полностью сахар и муку. Второй совет. Когда я ем, я глухонем. Ну и, конечно, физическая работа. Сон у нее занимает 8 часов в сутки. Она использует медитацию и практику благодарности. Прогулки на природе, свежий воздух, позитивные настроения. Никаких операций, подтянутых ушей там и так далее у нее не наблюдается. А естественное старение видно, просто оно очень сильно замедлено. Те же микроморщинки вокруг глаз есть, но они ее не старят, потому как образ в целом вполне хороший, моложав. Переходим к третьей героине. Но это наша соотечественница по Советскому Союзу София Ротар. Как бы кто к ней не относился по разным взглядам. Сегодня ведь речь про образ жизни и питание. Поэтому только об этом буду говорить. Итак, ее форма очень хорошая. У нее скромное питание, малые порции приема пищи. Иногда ест только одни овощи. После 18.00 она ничего не ест, молочина. И, кстати, это один из главных факторов, почему в свои 74 года она так выглядит. Соль она, кстати, не ест. У нее полноценный сон. Тоже видите, да? Сходство во всем. Позитивный настрой мышления. Она сама говорила, что даже не спорила по поводу расценок на ее, скажем, гастроли. И особо не нервничала по этому поводу. У нее минимум стрессов практически нет. Ну, так себя она настраивает. Семья для нее на первом месте. Только семья делает человека по-настоящему счастливым, говорит она. Тренировки, ну, спорт у нее с детства и плавание, и легкая атлетика. Внимание, работа на даче, на природе, с землей. Она копается своими руками в огороде по многу часов. И она считает, что главное это контакт с землей. Совершенно справедливо. Часто она вспоминает Майю Плесецкую с ее известным выражением, что жрать надо меньше. Кстати, на эту тему у меня тоже было видео. Она использует естественный природный натуральный уход за кожей, то есть натуральные косметические природные средства. Она любит японскую кухню, замораживает и размораживает воду, пьет ее и кусочками льда протирает кожу. Про операции пластические она не говорит. Возможно, они и были, но тогда филигранные. И к тому же вы, наверное, знаете многих людей с пластическими операциями, которые выглядят ужасно, не так ли? Потому только пластическими операциями в таком возрасте выглядеть прекрасно невозможно. Это глупость. Не надо оправдывать свое бессилие, лень и глупость. Накладыванием ерма и, мол, все понятно, на других. Ничего не понятно таким. Они просто ничего слушать не хотят. И упиваются в своем забвении и глупости. Да, косметологи говорят, что у нее редкий мелкоморщинистый тип кожи и особое строение костей лица, когда кожа как бы натянута. Но, кстати, у нее есть один большой недостаток для, ну скажем так, старения кожи лица. У нее тонкая кожа и при всем при этом она так выглядит. И дело тут, конечно, не в генетике ни в какой. Ну и давайте сделаем некоторые выводы. Всему есть причины и всегда есть всему следствие, то есть этим причинам. Что посеешь, то и пожнешь. Генетика нет, их родители так не выглядели. Важность воды колоссальна. Все они пьют много и чистой, качественной воды. Но самое важное здесь, самое идеальное, это, конечно, водородная вода. Посмотрите, непременно вот это мое последнее видео, подать выхода на каналы на эту тему. У всех у них есть позитивный настрой, нет стрессов. Отношение ко всему спокойное, даже к проблемам. Активная физическая работа, труд, спорт, у кого что. Они все мало едят, не переедают. Они все убрали сладкое до минимума, либо вовсе не едят сладкое. Чистая вода, муку убрали. Ну, кто-то заменил на кокосовую, миндальную. Кстати, про кокосовую продукцию и псиллиум в этом смысле, говоря о выпечке, безвредный. А это возможно. Посмотрите вот эти мои видео. Ну и, конечно, все они говорят про важность семьи. Впрочем, повторяться не стоит. Я рекомендую вам посмотреть мои видео, которые я дам под этим видео, по ссылкам. Для чего? Для более подробного понимания вот этих глубинных проблем. И как же все-таки можно это реально сохранить свое здоровье и молодость как можно дольше? Ну, кому это надо, конечно. Так вот, ссылки, повторяю, будут под видео. Не поленитесь. Информация там очень важная. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok